Наши жители заметили наверняка, что в последние дни в городе, в разных местах появились пункты приема макулатуры. О том, как они работают, нам расскажет президент общественной организации «Зеленый полюс» Андрей Корягин. Андрей Павлович, добрый день. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Что это за вот такие волшебные баки, которые у нас недавно появились? Наш проект «Бумажная помощь», он является социально-благотворительным, экологическим и просветительским. Существует и реализуется с 2016 года в городе Вологда и в городе Череповец. И вот этот проект мы транслировали на Московской области. Это пилот Московской области в городе Видное. То есть наш муниципалитет стал первым в области, где запустилось? Если говорить о нашем муниципалитете, где они установлены, какое количество? Они установлены в различных районах города. То есть мы стараемся ставить их в шаговой доступности для удобства населения, чтобы они приходили и сдавали макулатуру. Сейчас это только видно или где-то есть в наших отдаленных точках? Сейчас только видно. И один стоит эко-модуль в горках ленинских. Поясню суть проекта. Вообще изначально мы придумали этот проект, и он был уникальный в Российской Федерации. Он направлен на то, чтобы недопривлеченные так называемые денежные средства, которые могли оказаться на свалках, вот эта макулатура, которая могла оказаться на свалках, она оказывается вот в наших эко-модулях. Мы ее реализуем нашим партнерам. В различных городах у нас разные партнеры. Мы ее реализуем, и эти денежные средства, 100% этих денежных средств, отправляются на помощь нашим подопечным детям с тяжелыми заболеваниями. А что вот каждый человек может принести и положить в этот модуль? Каких вообще? Любую бумагу, картон. То есть она не требует предварительной сортировки. Не надо скрепки удалять какие-то, что-то, потому что все равно на производстве это все сортируется и удаляется. То есть можно любую бумагу класть. И на самих эко-модулях есть инструкция, что можно туда положить, что нельзя. Проект с 2016 года, то есть уже 5 лет. Видите ли вы на самом деле число людей, которые действительно думают не о том, чтобы просто выбросить в ведро, а о том, чтобы принести, положить в ваш модуль, например, и дальше вещь получит вторую жизнь. Увеличилось ли число таких людей? От 70 до 80% наших сограждан готовы сортировать вообще твердые коммунальные отходы, вот бытовой мусор так называемый, да. Ну, я считаю, что, конечно, это надо стимулировать. Каким образом это можно стимулировать? Ну, различными есть способы. И вообще вот сейчас региональные операторы, да, занимаются вывозом твердых коммунальных отходов. Они по закону обязаны развивать раздельный сбор твердых коммунальных отходов, но по факту этого не происходит, поскольку это достаточно крупные вложения, и тяжело бизнесу, в общем, это должно, конечно, субсидироваться государством, различные фракции сортировки. Как найти ваши баки, где они установлены? Они в единой цветовой гамме. Обычно жители, когда они устанавливаются, жители, ну, местные жители, они сразу обнаруживают, то есть запоминают и начинают туда вот как бы сдавать макулатуру, жертвовать, скажем так, да. Ну, еще отмечу, что сами граждане, они, получается, как бы реализуются через это, да, в благом деле, поскольку вот это же нетрудно положить в ЭК-модуль, да, бумагу. За пять лет, что существует ваш проект, о какой сумме можно говорить, что было собрано? За пять лет мы собрали более 1200 тонн макулатуры и перевели нашим подопечным только за счет вот этой реализованной макулатуры более 2,5 миллионов рублей. Они могли оказаться на свалках. Есть еще один момент, вот проводили морфологический состав мусора на свалках, да, и выяснилось, что вот за пять лет, которые стоят наши ЭК-модули в Вологде, на 50% сократилась бумага на полигонах, то есть это значительно. Андрей Павлович, ну, пока у нас только 30 баков, да, вот в городе Видное, как вы планируете расшириться, какие-то сроки, какие цифры вообще? Ну, вот, пользуясь случаем, обращаюсь к управляющим компаниям, к ТСЖ, к различным торговым центрам, вот у нас есть еще 10 ЭК-модулей, которые мы могли бы установить на территории городского округа, да, вот, поэтому обращайтесь, с удовольствием рассмотрим. Андрей Павлович, спасибо за это благое начинание, спасибо, что выбрали наш муниципалитет, он стал первым в Московской области, где появились модули. Спасибо, что пришли. Спасибо вам, спасибо, дорогие телезрители. Я напомню, что у нас в гостях был президент общественной организации «Зеленый полюс» Андрей Корягин.